Наши будущие звезды-комедийщики на этой неделе будут петь. Для того, чтобы подготовить ребят, которые о существовании семи нот узнали ровно семь дней назад, на репетиционную базу пригласили самых лучших преподавателей по вокалу. Что уж говорить, сам Рэй Хортон, легендарная звезда 90-х, приехал, чтобы ребят поднатаскать. Пение – это как спорт. Сейчас мы будем вместе все петь. Будем тренироваться, учиться. До мажора, до мажора. Диафрям. Диафрям. You sing from the voice. You sing. Louder. Here, from диафрям. Давать себе дышать, то есть не забывать. Вот, когда вы зеваете, у вас правильное диафрямо. Субтитры создавал DimaTorzok С помощью претендентов на комедийную роль в будущем мюзикле поставленным вокалом вирізняется лише профессиональная співачка Ирина Розенфельд. Тож Наталя Юфименко розпочала урок з элементарных вправ для тихання. Коноваленко, ну возьми мне эту нотку. Возьми мне. Спой. Спой. Стоп, господи. Молодец, сегодня попал. Говорить о каких-то таких высоких успехах мы не можем. В этом жанре у нас поют только два человека. Все остальные без слуха и без голоса. Ну то, что слух у меня есть, это однозначно, потому что я училась в музыкальной школе. Понятно мне голос не Иры Розенфельд. Ну и вообще, естественно, я не великая певица. Кто-то, только не она. Юлечка, я, конечно, прошу прощения, но сейчас у нас идет какая-то жалкая пародия на сексуальную даму. Хорошо. Понимаешь? А нам нужно здесь быть очень сексуальной. А, очень? Для Димы Коноваленко проблемой стала не лише отсутність музичного слуху, а и внутрішня дисциплина. Диме Коноваленко, я сказала, нам с тобой петь нечем, мы будем брать с тобой обаянием. Вхожу, 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 те двери словно в сад июльских цветов, я их так... Опять нечем. Виталий Таганов, попри свои акторские таланты, співаком выявився аж надто театральным. У него какая-то извечная маска на лице, он поет, вот так вот растягивается. Очень тяжело с него снять вот эту вот уже годами сложенную маску. Я не красавчик, я не красавчик. Но девочки всегда воні чего-то находили, я знаю, что оно девочкам видней. Здавалося, что Ира Розенфельд не матиме проблем с подготовкой вокального номера. Але и для неи цей тиждень видався складным. Давай попробуем для начала, хотя бы попробуем. Если оно не будет смотреться, не будет слушаться под эту аранжировку, значит, мы тогда возьмем старую. Ты всем, что вот у тебя есть, ты пытаешься показать. Нине идет и все. Мы не делаем сейчас из тебя здесь офигенную певицу. Вся страна и так знает, как ты поешь. Нам надо от тебя здесь актерство. А ты стоишь уперлась, мне не нравится аранжировка и все. Да не в аранжировке здесь дело. Здесь дело сейчас в тебе, Ира. По актерским моментам она не всегда дотягивает. Я очень за нее переживаю. Очень. Над Натальей Акименко выкладачам довелось опрацювати найбільше. Это нам дается кровью и потом. Потому что она никогда не сталкивалась ни с мастерством актера, ни с вокалом, ни с хореографией. Ты назвал меня воровкой, я тебя случайным гостем. У Наташи у нас как бы клубок таких проблем. Я не умею танцевать, мне костюмы не хотят красивые шить. Я вообще не выйду сюда на сцену. Я в прямой эфире заявлю, что я петь не буду. Даже на репетициях она станет, ой, я забыла. Это посредине песни. А вот Анастасия Блащук до участі в шоу взагалі не могла проспівати жодної ноти правильно. Да, я не умею петь, и что? Как актриса она хорошая, но с вокалом, как и у всех в этом жанре, у нее не срослось. Опоздала чуть-чуть, да. Надо вовремя все время вступать. Я не спою, может быть, я не попаду в ноту. Я боюсь. Да, это страшно. Надо вовремя все время вступать.